Всем привет, меня зовут Люся, вы на канале Люся Вышьет, это сотый будний и мы начинаем со старта Милхила и очень вкусненьких креветочек, так что сначала покушаем, а потом уже будем вышивать по остаткам. У нас с вами наколеночное видео, Бася в этом лежит, вдалеке мы только что поели и я собираюсь показать вам как-нибудь таким образом, чтобы тень не сильно падала от телефона. Вот, это в общем кот от РТУ и я хочу его начать продолжать вышивать, у меня тут даже нитка есть незаконченная, так что мне есть что повышивать, ну и мордочка у этого кота достаточно серьезная, большая, поэтому нужно за него браться. Я вот так энтузиастично его начала, вышивала-вышивала и потом забросила, вот, так что сейчас собираюсь это исправить и немножечко повышивать. Мне сегодня нарушились планы, я собиралась на реснички, но девочке стало плохо мастеру, поэтому сидим дома. Я приехала домой, что-то так прям сильно рано с работы и даже не знала чем тут занять себя, но потом думаю, Люся, у тебя же вышивка, алло. Вот, так что пошла создавать новые крестики. Итак, у нас какое-то там начало февраля, наверное, шестое, скоро, кстати говоря, на этой неделе 24-й, будут пончики на работе и вообще все люди будут есть пончики, такая традиция. И у нас неожиданно совершенно выпал снег, еще совершенно неожиданно в 9 утра я дома, потому что я абсолютно сильно, очень, полностью облилась кофе на работе. Такое случается, да. Ну, махала крыльями, понимаете, крылья мне порой мешают. Вот, а еще покажу вам кота, здесь совершенно немножко продвижений, но я решила, что он хочет немножко вписаться в эту атмосферу и погоду. Там, конечно, у нас скорее дождь сейчас, чем снег, но, смотрите, ушко уже родилось. Красотища в ушке, милотища. Вот, я засунула его в зеленые пальцы, возможно, они совсем подходят, но меня это не сильно смущает. Я вот с мамой недавно разговаривала, она говорит, у меня так много пялиц в запасах. Я говорю, ну, у меня в запасах тоже много, но таких, которых хотелось бы использовать, нет совсем. Вот, и тут снежная обитель освободила нам пяльцы, и мы его сразу засунули на кота. Еще не идеальная натяжка, но это мы уже потом доработаем. Вот такие делюшки. Все, поехала назад на работу, не скучайте там без меня. Пока выглянуло солнышко, но ветер дует, надеюсь, это не будет мешать звуку. Покажу вам свой новый старт. Это саночки от Милхилл, вышивая по остаткам от Таниного наборчика. Вы, конечно, хотели бы спросить, почему не Дед Мороз? Но я решила, что в санках я меньше всего собираюсь менять. Я вообще не думала, что я что-то буду менять. Вот, поэтому решила начать пока что с саночек. А вообще, на самом деле, мы с вами бежим по делам, нам нужно купить яйца и зайти еще в магазин тканей. Возможно, зайти на почту, купить маленький-маленький, как его звать-то, не конвертик, а, ну, эту такую упаковку из картона. Вот, так что бежим с вами на почту. Такая вот красота получается. Очень симпатично, как по мне. Я уже пришила мелкий аппетитный бисер. И тут вот подарочки, много всего зеленого. Вот такая лепатишка. А еще хотела вам показать, что, несмотря на то, что февраль на дворе, одну елку все-таки забыли убрать, кроме моей, которая стоит дома, до сих пор не разобранная. Так что, хороший повод продолжать вышивать елочные игрушки, раз есть елки. Как видите, попытки повышивать в кровати не очень удались, потому что сразу прибегает главный погладусик, потребитель района, и требует погладусик. Потом боська, конечно, бывает засыпает, но, видите, она же меня держит. Так что, вот, скажи девочкам привет. Ой, все, скажи, стрелочки не покажу, буду спать. Ну, все, кошка легла поспать, да? Скажите, а вот это своими камерами папарацци найти. Ну, так уж она сладенькая, да? Посмотрите на эту бубочку. Так и не скажет, что укусить может. Хорошая девочка. Итак, у нас на дворе 8 февраля, и походу я привлекла снег в нашу жизнь, потому что все снова засыпало снегом. Сейчас уже подрастаяла к обеду, но с утра, конечно, я машину откапывала. Так, я заберу свою работу из снега, потому что боюсь, что она размокнет. Это все-таки бумага. За предыдущие разы, как видите, нам с вами удалось, значит, красненькими повышевать крестиками. Полностью я закончила саму повозочку. Вот тут снизу пропустила рядочек, но тут будут красные бусинки и красные крестики. Совсем чуть-чуть надо будет это доделать. И сделала золотую каемочку сверху. Значит, я посчитала, что по вот этой верхней каемочке нужно 47 бисеринок, и столько у нас нет, и не хватит этого остатка от Тани. Вот, поэтому я взяла другой цвет, и потом посмотрела, что ее хватит еще вот здесь на пупочке. Но осталось от него две штучки. Это у меня были остатки от Абрисарта. Вот такая красотища. Покажу вам еще раз снежочек, запечатлю его. Вот, конечно, интересно, неожиданно. В феврале для Гданьска это прям вообще какой-то нонсенс, потому что здесь, в принципе, снега бывает немного. А сейчас можете к вышивке сильно не приглядываться. Я ее для красоты в кадр положила, потому что, на самом деле, я хотела вам показать. Это уже третий пончик, который я ем. В Польше туст и чвартек, и по традиции нужно кушать как можно больше пончиков. Чем больше съешь пончиков, тем больше счастья в этом году у тебя будет. Вот, так что я стараюсь. У нас сейчас 12.20, и это уже третий, так что, в принципе, я считаю, неплохо идем. Но, мне кажется, можно немножко схитрить и выбирать пончики поменьше, потому что этот прям такой полноразмерный. Вот, немножко уже тяжело. Ну, сейчас я прошлась, показывала вам снежок, и полегче стало немножко. Но, на самом деле, к таким забегам нужно подготавливаться заранее, чтобы съесть как можно больше. Вот, я думаю, что обед сегодня у нас проведет мимо. Я уже два съела с повидлом из роз. Оно так и называется, ружанное наджение. Вот, и сейчас у меня какой-то карамельно-каймаковый. То бишь, то ли карамель, то ли сгущенка, то ли что-то вместе сделана сверху шоколадная вот такая поливочка. Вот, если буду еще покупать, то вам обязательно покажу, расскажу, какие еще бывают вкусы. Потому что я не попробовала малиновый, я очень люблю. Потом, что у нас еще? Клубничный тоже вкусный. И есть еще шоколадный. Вот, посмотрим. Возможно, мне захочется вечером еще зайти в пекарню и что-нибудь такое вкусненькое прикупить. Я, конечно, к сожалению, вам уже надкусный показываю, но зато вам хотя бы начинку видно. Потому что так-то можно и подумать, что он шоколадный, а он не шоколадный. Итак, этот жуткий момент настал. Мы с вами приехали к стоматологу. Вот там чуть-чуть видно шильдочку. И осталось еще немного времени, поэтому вообще я с собой взяла сегодня в качестве дорожного процесса кота от РТО. Как видите, у него нормально так обрисовалась мордочка, округлилась. Вот, мордочка тут больше, чем тело, так что работы еще предстоит немало. Вот, ну, потихонечку будем вышивать. Я вообще не знаю, сколько у меня займет это времени. И как я там буду успевать к парикмахеру, если большая разница будет небольшая по времени, то сразу пойду туда, а если побольше, то еще успею повышивать. Вот, ну, если уж совсем прям времени много-много останется, то мы, конечно, вернемся с вами домой. Но пока что пожелайте мне удачи. По-моему, пора открывать спонсорство на канале, потому что стоматологи в Польше, конечно, дешево не стоят. Совершенно неожиданно нас снова очень сильно замело. 10 февраля мы с вами встречаемся. Уже треть месяца прошла. Маги рукодельница не продвигалась. И у меня появился неожиданный план на тысячу крестиков. Но о нем чуть-чуть попозже. Для начала покажу вам саночки от Милхила. И я их уже забрала домой и поняла, что больше это не дорожный процесс, потому что вышивать осталось очень мало. Вот тут остался подарочек. Вот тут малыш. И вот тут. И вот этот подарок, мешок с подарками, он еще обшивается дополнительно бисером. Вот тут будет бэкстич золотой, я решила. Он вообще желтая ниточка, но я решила, что золотой будет вышиваться. И я думаю, вот сюда прикрепить какой-нибудь небольшой шармик, если я найду что-то подходящее. Вот. Ну, как видите, много чего я тут поменяла, но кое-что осталось. Кстати говоря, сами санки я вышила коричневым цветом. Я не вышивала черным аппетитным бисером, потому что мне показалось, что его не хватит. Потом я посмотрела еще раз, мне показалось, что хватит, но уже было поздно. Вот. И что будет делать с головой Деда Мороза? Буду ли я его вешать? Я не знаю. Посмотрим, походу, в пьесы уже в самом конце. Вот. Но санки отлично продвинулись, я считаю. И вообще неплохо даже смотрятся очень. Вот. Погода, конечно, не как-то не располагает к тому, чтобы, возможно, зимние сюжеты вышивать. Но это мелхилл. Мелхилл я готова вышивать круглый год. Вот так они прекрасно выглядят. Немножко их отложим. Куда бы их отложить? Ну, наверное, вот здесь сверху они и полежат. И если вы смотрите видео Тани со звездой крестиков, а если не смотрите, то это большая ошибка, переходите и смотрите, то у Тани вышелось... Вышелось? Что у меня со словами? Подгрузите, пожалуйста, словарный запас. У Тани выпало на рулетке или не на рулетке. В общем, каким-то чудом нужно вышить на этой работе тысячу крестиков, а эта работа находится у меня. Поэтому мы с вами попробуем вышить на ней тысячу крестиков. Я ничего не обещаю, потому что это все-таки многоцветка. Я вообще никогда не видела такое в глаза. Я не знаю, сложно тут будет или легко. Мне кажется, вот тут вот черную часть вот эту легко достаточно можно будет продлить. Ну, посмотрим, как пойдет. И у нас тут есть органайзер на 18-19, на 36 цветов. Но их на самом деле здесь 34. Вот здесь висят ниточки. И где-то у меня, наверное, есть к ним ключ. Как, кстати, определить? Ах, да. Вот я нашла ключ. 1, 2, 3, до 34. И, по-моему, есть здесь вот еще 4 бленда. И смотрите, здесь есть вот такие чистые цвета. 4, которые не совпадают по цветам с номером 17, например. И есть 4 бленда. Ну, вот как-то я буду в этом всем разбираться. Возможно, просто если не смогу разобраться, то не буду брать бленды, а буду вышивать чистыми цветами. Тоже, в принципе, хороший вариант. Или сделаю бленд, исходя из того, что здесь у нас навешано. Тысяча крестиков и многоцветка. Звучит, конечно, очень интересно и неоднозначно. Вот. Продлится ли на этой неделе эта работа? Насколько она хорошо повышивается? Я ничего вам сказать не могу. Сегодня суббота. И, как вы видели, я была у стоматолога, поэтому у меня теперь швы во рту. И рот вообще не сильно открывается. Я шучу, что вот наконец-то к 30 годам кто-то смог меня заткнуть. Но, как видите, говорить я могу. Так что... Ну, на самом деле, ем я сегодня и всю следующую неделю только достаточно мягкую пищу, вареную и так далее. Ничего грызть не могу, потому что у меня жевательная сторона осталась только левая. И все равно, когда я ем что-то прям твердое, типа орехов, то по правой стороне я тоже прохожусь, и это не очень удобно. Вот. К чему я это вела вообще? Что сидеть я буду дома и, скорее всего, никуда не пойду. И есть у этой работы шансы продвинуться. Но у этой работы есть конкурент, потому что я кое-что начала, что очень сильно хотела. Сейчас покажу. Видимо, как-то оставим это все в кадре, потому что, в принципе, я начала кое-что маленькое. Сначала высыплю вам ниточек. Значит, мне пришлось докупить моточки, потому что у меня было только вот эти... Раз, два, три цвета. По-моему, три. Или четыре. В общем, совершенно немного цветов. Поэтому на что? Не знаю откуда. Ну, ладно. Значит, вот так выглядят ниточки. Значит, я докупила. И, в принципе, не жалею, потому что этих цветов не было в моей палитре. Вот этот цвет вообще не относится к делу. 38-23. Просто у меня совсем чуть-чуть осталось его на бобиночке. И я решила, что надо докупить. И раз уж я пошла в магазин. Вот. А остальные цвета конкретно под сюжет. Сюжет я вышиваю подбором. И... Та-дам-та-дам. Сейчас его занесу в кадр. Вот так выглядит этот малыш. Это плесиозавр от Жарптицы. И я вышиваю по перенабору из сети. И я вышиваю ниточками DMC, которые там были заявлены в перенаборе. Но я уже произвела некоторые изменения. Вообще, наверное, расскажу про него немножко. Мне очень хотелось вышивать этот наборчик. И когда Саша, Таня, Ира... Ах! Все имена вместе. Когда Ира спросила меня, что тебе из пластика подарить на день рождения, я сделала небольшой виш-лист. И там был этот плесиозавр. Но на него выбор не пал. И тоже хорошо. Я очень довольна тем, что Ира мне подарила. Вообще никаких нареканий, если что. Но он мне запал в душу. Я о нем думала. И вот недавно, буквально позавчера вечером, я пишу, Таня, помоги мне, пожалуйста, найти схему перенабора. Я хочу его вышивать. Все, не могу. Она говорит, что ты не спишь? 11 ночи. Я говорю, я хочу динозавра. Она говорит, все понятно. Сейчас сделаем. В общем, у меня появился перенабор. И я посмотрела, какие ниточки нужны. Я хотела вышивать в DMC, потому что ниточки Жарптицы я пока что не готова к ПНК. ПНК на какое-то время я откладываю для себя этот момент, потому что мне нравятся разработки, мне нравится результат. Но ПНК это серьезное нарушение нервной системы. Вот. И я пошла вчера. Значит, после стоматолога у меня еще был парикмахер буквально на каких-то 4,5-5 часов. Долго это все у меня занимает. Покажу вам попозже свое осветление. Красиво получилось, шикарно. Нет никаких нареканий, стрижечка. Я вообще красотка. Ну, я решила, что заеду и куплю ниточки. И, значит, по перенабору вот такие ниточки. Вот эти два цвета, как видите, очень похожи. И они действительно в жизни очень похожи, но я их менять не стала. А вот этот цвет 959 и 993, они тоже очень похожи. И они начали на моем плесиозавре сливаться. Поэтому я 993 цвет заменила на такой более зеленый. Прям сильно вы видите разницу. Но я посмотрела на превьюшечки. Эти части из динозавра, они тоже такие прям зеленые. Поэтому я решила оставить вот такой цвет. Он уже участвовал немножко в мордочке. И, как видите, он хорошо сюда вошел. Вот. Бэкстич, сразу скажу, что делаю темно-коричневым цветом. Остатками от чудесной иглы. От наборчика «Снежная битель», которую показывала буквально в предыдущем видео. Вот. Так что это была моя первая замена. И потом вот этот цвет у нас, значит, 162. Он должен был в мордочке тоже в самом начале использоваться. Я его вышила даже таким, какой есть. Но он был слишком светлый и немножко пляшевел на динозавре. Поэтому я заменила его на 598 цвет. И тоже это было все в мордочке. Вот. Он вот здесь вот проходит. Вот уточки. Вот. 598 выглядит получше. И он прямо вливается в остального динозавра. Я также, как видите, сразу сделала бэкстич на головке, чтобы посмотреть, нравится ли мне результат или не нравится. У меня нет никаких претензий к перенабору и к тем цветам, которые там указаны. Потому что, возможно, человек просто наобум брал эти цвета, чтобы вышивать по оригинальному набору. У меня же такого нет. Поэтому я понимаю, что некоторые цвета будут заменены и это абсолютно нормально. Вот эти два цвета 943 и 938-12 тоже, как видите, похожи. Они, вы видите разницу на камеру, но на пластике, если вы берете два похожих цвета, они будут сливаться практически со стопроцентной вероятностью. Вот. Но мне это не смущает, потому что одного из этих цветов очень мало здесь используется. И я решила, ну и ладно. Вот. Также мне нужно было подобрать цвет вот здесь вот для бленда зеленого и бежевого. И я выбрала 642. Как видите, вот тут даже этот бленд и намотала. Также должен будет использоваться 437 здесь. Это уже цвет по набору. Но я не уверена, что он будет действительно использоваться. У меня такого цвета не было. Это бежевый цвет. Он красивый. Я рада, что я купила все ниточки и теперь могу спокойно выбирать. Также я купила 38-65. Он у меня есть где-то точно. Но где, я не знаю. Поэтому, ладно, купила и купила. Вот. Так что вот такой сладкий малыш у меня начался. Вчера я была когда у стоматолога. Еще перед тем, как начать эту работу. Там, я оставлю вам фотографии, было несколько динозавров. И я маме даже сфоткала. Говорю, смотри, какие они классные. Она говорит, это для детей, чтобы они играли. Я говорю, а мне можно поиграть? Она говорит, нет, можешь только потрогать и поставить на место. Я такая, ну, спасибо. Вот. Так что очень классный плесязавр у меня будет. Почему? Мне еще захотелось его вышивать, кроме того, что он мне нравился и по цветовой гамме. И вообще, я давно на него заглядывалась. И динозавры мне нравились с детства. Я разбиралась, прям читала энциклопедии про них. Вот. Я не знаю, знаете ли вы, есть такой блогер Варя Боброва. И она раньше вышивала и снимала вышивальные видео. Сейчас она на какое-то время прекратила это дело. Но я за ней слежу в инстаграме. И вот у нее сын тоже весь динозавр. Зачем-то нас прервала камера. Значит, у сына и одежда из динозавров, и лепят они динозавров, и энциклопедия из динозавров. Так что я подумала, что я могу у нее поинтересоваться про плесиозавры вот этого. Вот. Но, в общем, мне он очень понравился. А еще я смотрю сейчас мангу. Dragon Ball Z называется. И там у главного героя родился сын, которого зовут Гохан. И, значит, на какое-то время так вышло, что полгода этот сын, пятилетний или четырехлетний, жил сам в лесу. И пытался подружиться с разными зверями. И, в общем, разные у него там были приключения. И он подружился на какой-то момент с динозавром, который по цвету очень похож на этого. И у него был такой более красно-бордовый глаз. Поэтому я своему динозавру тоже такой сделала. И, к сожалению, динозавр был классный. И мальчик уже думал, как он здорово будет с ним дружить, как они вместе будут есть овощи и фрукты. Это был травяноядный динозавр. Но, к сожалению, его очень быстро убили враги. Другой динозавр, который был мясоядный. Вот. Так что в памяти о том динозавре, который мог быть отличным другом, но не сложилось, я также вышиваю вот этого малыша. Что я вам одна рассказывала, тут уже сказки на ночь просто. Мне как-то писала одна подписчица, что она вместе с ребенком смотрит мое видео, и ребенок в восторге. Вот. Так что, если что, привлекайте детей к экрану. Если проговорить про ниточки, то у нас еще есть два цвета, которые мы не использовали. Это вот такие бирюзовые. Бе. Бирюзовые. Я, конечно, Людмила Падловна, за это меня бы не похвалила учительница моего русского языка, которая запомнилась нам с мамой на всю жизнь, потому что была специфическая достаточно женщина. Значит, буду ли я действительно эти два цвета использовать, которые были в перенаборе указаны, или какие-то другие, я не знаю. Посмотрим, мы с вами уже по ходу пьесы разберемся. Ой, я надеюсь, что вам не слышно. У меня тут животик курчит. Пойду чего-нибудь перекушу. В общем, планы грандиозные. Нужно повышевать многоцветку, как оказалось нужно. Ладно, я ее взяла, да, такая. Ну, когда-нибудь что-нибудь я повышеваю. Но раз уж Тане выпала эта работа, то тысячу крестиков надо сделать. Возможно, не за февраль, но сделать надо. Так что разберемся. Если что, это у меня пин вот тут от Саши Грин. Какой он классненький. Посмотрите. Успокусируйся. Ну, что за малыш, кибальчиш. Это у меня динозаврик. Динозаврик. У меня теперь все динозаврик. Это тигреночек. Вот. И пока что он у меня не пристроен. К этому наборчику у меня есть очень классный пин тоже от Саши. Но, во-первых, я его уже куда-то вперла. А во-вторых, на пластик не особо-то запрешь какой-то пин. А пяльцы у меня от Волшебной Страны. И магнитик от Оксаны. Это ее подарочки. Большое ей спасибо и привет. Все. Пойду поем и буду вышивать, отдыхать и восстанавливаться после всех событий этой недели. Включение после первых трехста вышитых крестиков. Я думаю, такое вы не увидите у Тани на канале. Потому что здесь вообще ничего не понятно, что произошло. У Тани здесь была достаточно ровная линия. Вот так. И я вышла 300 крестиков. Вообще ничего не изменилось в картине Миря, как вы видите. Баська тут у нас с нами лежит рядышком, упирается в мать. Вот. Но я рада, что какие-то продвижения есть. Меня очень удивляют и вообще вгоняют во фрустрацию вот такие одиночки. Потому что вот это два разных цвета. Один из которых был энд вообще. И непонятно. То есть, когда смотришь на готовую часть работы, понятно, что это выглядит красиво. Но когда конкретно какую-то маленькую одиночку вышиваешь, ты думаешь, зачем это все? Что автор хотел сказать этой одиночкой? Что жить в одиночестве плохо? Я не знаю. В общем, такие пирожулечки. Буду дальше продолжать. Как вы помните, норму, которую мне установили, это тысяча крестиков. Будем смотреть потихонечку. Вот тут мне очень понравилось вышивать циферку, потому что здесь была одна сплошная зашивка. Это было круто. И здесь еще будет вторая такая единичка. Как видите, мы вышиваем цифру 11. Это часы, если что, вдруг кто-то не догадался. Да, набор называется, на самом деле, схема «Химера часы». Вот. Так что и вот здесь чуть-чуть бежевых тоже было приятно. Второе озеро бежевых я оставила на потом. И пока что вот тут бодаю с одиночками. Вот выбрала цвет номер 300. И здесь вот уже зашила одну дырочку, такую же рядом. И сейчас пойду вот здесь зашивать. Я, как видите, делаю неровный край. Я смотрю по крестикам. То есть, если плюс один крестик вот сюда выходит, то и отлично. Потому что Таня здесь сделала ровный край, но потом уже в конце она старалась сделать такой немного грызонистый. Поэтому я решила, что она не обидится, если вдруг я здесь какую-то одиночку дополнительно вышью или тут. Выйду где-то за край. Возможно, ей потом захочется все это сравнять. Но это уже будет не наша история однозначно. Вообще сложновато, что объектов нет. Кроме вот циферок и части циферблата. Вот это все фон. И он все равно какой-то размазанный и не супер просто вышивается. Я думала, фон будет прям вообще. Вот как эта черная линия пошел и все. Но не все так просто на самом деле. Одиночки. И даже здесь они встречаются зачем-то. Я не знаю. Может быть, вы знаете, расскажите в комментариях. Это моя первая многоцветка. Так что я имею право ничего не знать. Баська вот тут лежит. Ой, ты сладкая мордашка. Бася охотится за тюльпанами, которые там стоят. Я вам завтра, возможно, покажу их. Она уже обгрызла пару листьев, потому что она искренне считает, что тюльпаны это просто салат для котов. Я его поставила для котов, но почему-то не разрешаю есть. Такая вот я жестокая женщина. Вот. Сегодня, наверное, продолжать уже не буду. Будем продолжать завтра. Люся пришла к вам похвастаться подарочками. И в этом наборчике не лежит превьюшечка. И мне подарили вот такой наборчик. Я думаю, что из-за названия, потому что называется Гламурная Люся. Здесь всего раз, два, три, четыре, пять цветов. И наборчик небольшой вышивается на черной конфе. Малышка! Вообще, она прекрасна. Таня говорит, бумагу от этого деда я тебе уже давно подарила. Куда пошла, если не все рассказала? Здесь очень прохладненько, поэтому быстренько наблюдаем за рассветом. Красота какая. На улице 7 утра. Кофе пока что в меня не влит. И вообще, да, конечно, не жарко здесь, я вам скажу. Но выглядит прекрасно. Так что встаем и собираемся на новый день. Сегодня среда, но как только мы отработаем в среду, останется только два дня до выходных. Ура, ура! Представляю вам плесиозавра. Вот в таком прекрасном виде. Нашито здесь 700 крестиков и немножко бэкстича, который я по программе не зачеркиваю, поэтому и не могу вам сказать. В итоге 700 крестиков. И всего в динозавре 1914 на одной стороне я буду вышивать только одну сторону. По крайней мере, я сейчас так думаю. Так что 35% работы смотрит на вас с замечательным, добрым, милым глазом. Вот. Вышивается, в принципе, легко. Он у меня получается такой довольно активных цветов, как вы видите. Но мне все нравится. Я его буду любить таким, какой он у меня получается. У меня вот здесь еще есть небольшие дырочки. Это белый цвет, которого у меня с собой нет. Процесс вообще у меня планировался как дорожно-походно-выходной, но я, ничтоже сумяшися, вышивала его все выходные. Так что пока что не сильно много крестиков у меня дома случилось. Но они еще будут, потому что 1914 надо как-то нашить. Правда? Вот. Выглядит замечательно. Такой шикарный друг у меня будет. Бэкстич здесь выполняется двух цветов. Два цвета. Коричневый у меня вместо черного. И будет еще белый. Посмотрим, буду ли я использовать белый. Или все-таки возьму и для этих крестиков, и для бэкстича светло-голубой. Посмотрю, как что будет посимпатичнее на нем смотреться. Ну и строительные леса. Тут некоторые уже можно удалять, потому что здесь особо ничего происходить, кроме бэкстича, не будет. А бэкстич можно делать, ориентируясь по клеточкам. Вот. Так что пока что продвижения такие. Я думаю, что в следующем видео вы также его увидите, потому что он шикарен, невозможен и прекрасен. И есть вдохновение и желание его вышивать. Так что до встречи с ним в новом видео. Неожиданно. Вот мой кофеечек стоит. Утром оказалось, что настолько светло, что в принципе можно снимать уже вам видео. К сожалению, я об этом не подумала заранее, потому что уже пора бежать на работу. Но я учту это на следующей неделе. Если что, буду с утра вам делать какие-нибудь подсъемки и включения. У нас тут с вами такие красивые цветочки. Божечки, кошечки. Обалдеть. Я не знаю, как я от них оторвусь и пойду на работу. Но надо. Вот. Тут немножко покупочек. Тут у меня есть наборчик для СП от Мережки. В общем, все обязательно покажу вам уже прям в следующем включении. Показываю вам свои покупочки, которые на самом деле покупочками были только золотых на 20. А все остальное я использовала просто сертификат, который мне подарили на день рождения. Ой! Так, видимо, мой планшет в восторге. Вернее, штатив. От всего происходящего. Надо бы его немножко задержать в пути. Давайте вот так попробуем. Значит, во-первых, я себе заказала 4 крейника. И у меня... Я их не вынимаю, потому что у меня летела наклеечка от черного и от розового. Вот. Где-то они здесь тоже вот валялись. Посмотрю потом, что нужно делать. Значит, я попробовала использовать черный крейник. И мне не понравилось. Он очень рвется. Поэтому я спрошу у Тани, есть ли у нее черный, и посоветую с ней. Потому что черный здесь... Это очень тоненькая ниточка. То есть по сравнению с остальными, здесь такие прям веревочки, а вот эта прям тончайшая. И может быть, поэтому она рвется. Я пыталась ее и вышивать на пластике. Но не особо вышло. Крейники брала просто вот по нытью, что мне нравилось. Потому что у меня мало блестящих ниточек. И поэтому я взяла зеленый. У меня нет совсем розовый. У меня есть только светлый. И такой синий-зеленый. Ну и черный. У меня была идея, куда его применить. Но не срослось. Так. Потом. Я взяла буклет. Пока что его тоже не открывала. Посмотрим с вами попозже, когда я решусь вышивать что-нибудь из этого буклета. Здесь у нас 4 лошади. И как вы думаете, какая мне понравилась больше всего? Во-первых, мне понравилась эта вот очень пара. Корова и лошадь. По-моему, это даже теленок. Потому что коровы не настолько меньше лошади. Но меня привлекла вот эта вот дикая лошадка. Очень такая она уж классная, веселая, задорная. Я думаю, что когда дошью орлика, можно будет приступить к ней. Вот. Ну и тогда с вами посмотрим схему. Пока что вот, значит, у нас есть ключ в DMC, каких-то codes и анкор. Много цветов достаточно, размеры написаны, еще что-то. Ля-ля-ля. В общем, будем с вами рассматривать, когда уже будем непосредственно приступать к этому наборчику. Потом я заказала такую штуку. Я увидела этот гаджет у знакомого и решила, что мне такое тоже надо. Это вот такой маленький ковер. Вообще, он предназначен как ковер для мышки. Но при этом... Ну, он здесь вот такой антипослесковый. Ух, какой ароматный. Надо будет оставить его открытым. Ну, также на него ставят, например, чашечку кофе. Используют в качестве подставки. Для меня он просто показался милым, уютным, прикольным, каким-то необычным. И я решила, что мне такое надо. Заказала с Temu. Это такой аналог Алиэкспресса. И, насколько я поняла, они доставляют китайские товары, но не непосредственно из Китая, а отгружают из какого-то склада в Европе. Поэтому получается быстрее. Вот. Поэтому на Temu я больше люблю заказывать, потому что у меня больше шансов, что оно придет вовремя. Вот такой вот симпатичный коверчик. Он такой синтетический достаточно. Понятно, что здесь особо не что рассчитывать из натурального, но он просто вообще... Он такой кайфовый, но я не могу. Похож очень сильно на ковер из детства. Видите, я решила ковер от панны не вышивать, а просто себе купить вот такую игрушку и развлекаться. Так. Потом я нашла на сайте, который сейчас вам покажу. Гобелинок называется. Цветную пластиковую канву. Это какая-то подделка, видимо, Дорис, потому что здесь нет надписи Дорис, но есть шильдочка. Вот. И там не сильно, чтобы мы разбежались в цветах, поэтому я взяла такой вот коричневый и зелененький. Был еще красный и черный, и я не решила, куда мне. Про зелененький я думала до этого. Коричневый я хочу печеньки вышивать такие, которые на елку, игрушечки. А вот со следующими двумя цветами я ничего не придумала, поэтому взяла пока что два. Посмотрю, насколько он у меня пойдет. Потому что фиолетовый тоже у меня есть два листа, а выше-то как бы отрезано совсем чуть-чуть. Поэтому посмотрим. И также на денежку, которую мне подарили, я купила наборчик. Сразу скажу, Ира мне отдала основу от другой своей мережки, и я собираюсь заменить ее на вот эту, только мы померяем с вами внимательно, чтобы все влезло. И этот набор будет участвовать в СП Мимозной, про который я уже писала в Телеграме и Инстаграме. И вот он красавчик! Та-ра-та-там! Я живу практически 6 лет в Польше, и наконец-то у меня появился польский наборчик. Вы представляете? Вот такая у меня скорость шикарная. В общем, я искала наборчик с цветами, и искала на определенном сайте, и мне понравился этот. Я решила, почему бы и да, берем его срочно. Вот, я вам говорила в Инстаграме, что бабочки это намек на этот набор, и здесь, как видите, есть две бабочки. Здесь также есть собака, не совсем типичная для меня, я собак особо не вышиваю. Она такая забавная, ей так интересно, что происходит в жизни, она так следит за бабочкой. Еще мне очень сильно понравилась ваза, она такая прям шикарная. Люблю когда. Все, вот так подходит. Вот, замечательно, розовые розы, и на вазе тоже розы или пионы. Возможно, это даже пионовые розы. Вот, в общем, будем с вами начинать. Мережку, как говорила, никогда не вышивала. Здесь у нас основа какого-то аккаунта, интересно. Возможно, это 16-й аккаунт. Да, 16-й аккаунт от Zweigert. 30 на 23 будет наборчик. То есть, я думаю, что этой ткани хватит, но я говорю, лучше я сделаю разметку, и мы с вами уже окончательно посмотрим, что там происходит. Вот, я вас приглашаю в свой СП Мережка. Наверное, сейчас выведу на экран все правила, но если что, правила можно почитать в Инстаграме, можно прочитать в Телеграме. Проходить будет тоже в Телеграме, Инстаграме. Условия простые. Понедельник и четверг сдаем по 100 крестиков. 29 отчетов всего. До конца мая мы будем СП-шиться. Кто пройдет все испытания и только три раза пропустит отчет, будем среди этих девочек проводить небольшой розыгрыш с подарочками. Вот так вот. Ну, а самое главное, это что мы будем вышивать в классной компании, я так считаю. Показываю продвижение по синему коту от РТО. У меня тут снизу его лапки уже загнуты. Как и говорила, лицо у него побольше, чем тельце. Но я тоже неплохо продвинулась, потому что мы всю округлость лица уже видим. И я даже делала сглазки. Сделала бэкстич и немножко поменяла цвета. В принципе, кого я этим удивлю, да? Глаза должны были быть более рыжие. У меня они более зеленые. То есть я добавила бленд и получилось более зелено. По поводу носа и красных щечек я пока что решаю, поэтому эту часть я не брала в работу. Но, в принципе, продвинулась шикарно. И надо бы хоть чуть-чуть уже делать бэкстич, потому что я бэкстич сделала только на нижних лапках. И все. А бэкстича тут, в принципе, хватает. Возможно, я не буду делать бэкстич на его теле, но как бы на лапках, например, надо бы сделать. Тут рожица. Еще обнаружилось совершенно случайно, что в лице, в мордочке, у кота есть полукрестики, три четверть крестики, вот так даже сказать. И непонятно, как их вышивать, потому что клеточка поделена наполовину. Вот здесь половинка и здесь половинка. И что из них три четверть крестика, а что четверть крестика, я не знаю. Я пока что по интуиции немножко вышиваю. Вот здесь я вышила, например, чуть-чуть, а вот здесь не вышивала, потому что я считаю, что вот эта часть стрелок глаза не настолько важна, чтобы делать там три четверть крестики. Ну, серьезно, как бы. В общем, где можно, я просто заменяю на обычный крест и не парюсь. Вот. Работа продвигается очень легко. Мне прям все нравится. Шикарно. Ну, посмотрим, насколько быстро она пойдет к завершению. Но пока что выглядит чудесно. Я ее даже брала с собой вне дома вышивать, потому что были хорошие большие участки. И, как видите, они прекрасно зашились. Не буду далеко уберять кота, иначе у нас кадр окажется совсем пустой. И принесу вам свой финиш, естественно, не оформленный, потому что куда это нам? Это Санночки от Милхила. Такая лепота у меня получилась, милейшая. Потихонечку, как я говорила, дошивала их дома. Причем мне было так лень, потому что, когда приходишь домой, хочется вышивать работы, которые ты не можешь взять с собой наружу. Но я решила, что по одному подарочку буду вышивать потихонечку, и так и выйдет. И потом втянулась и дошила. Как видите, мордочку Санты я не пришивала, но пришила вот такую огромную пуговицу-сердечко. Мне почему-то показалось, что она сюда подходит. И я решила, что окей. Если мне так нравится, значит так и будет. Вообще, я решила, что это видео посвящено Тане со звездой крестиков, потому что этот наборчик это остатки. Этот наборчик мне подарила Таня, и следующая многоцветка, она вообще Танина. Вот такие новости. Вот. Шикарно получилось. Я добавила год вот здесь, 24, как видите. Его не очень видно, но я так и планировала, в принципе, чтобы он не супер выделялся. Вот. Все остальные изменения. Нашла превьюшечку даже. Можете по-быстрому глянуть. Вот. Ну, а так, что говорить долго об изменениях, много чего я тут попеределывала, но результат мне понравился. Мешок сделала фиолетовым, вместо синего. Вот. Ну и так по мелочам все попеределывала. Шикарный результат. Мне все очень понравилось. Спасибо большое Тане за то, что сохранила для меня эти остатки. Подумала обо мне. Потому что я у нее спрашивала только про Дядов Морозов, но она прям серьезно подошла к вопросу. Настоящий друг. Вот. Будут висеть на елочке. Ну, далеко пока что не убираю. Есть надежда оформить их. И последняя работа, которая продвигалась на этой даже больше, чем неделе, получилась. Это многоцветка химера-часы от Таница Звездия Крестиков. Это ее работа, из которой она будет собирать шерсть в следующие года. Значит, у Тани было вышито... Сейчас вам покажу листиком. Вот столько. Здесь была практически ровная линия. И вот эту часть вышила я. Добавила 1022 крестика. Но не сильно, что изменилось в работе. Значит, вышиваем мы с вами на 16-м каунте ниточки DMC по Таниному вот ключу. Значит, и я вышивала на пяльцах нюрки, как вы видите. Мне было не очень удобно, потому что с каждой стороны просто огромные куски ткани. Я вам ее разворачивала. Она чуть ли не метр на полтора. Вот. Значит, мои впечатления по поводу вышивки многоцветки. Мне понравилось вышивать 11, потому что здесь были ровные ряды. И более-менее прикольно было вышивать фон. Хотя было неинтересно, что это фон, что там ничего, как бы, из этого не получается, никакой предмет. Все остальное, конечно, здесь нужно приготовиться, набраться дзена и понять, что ты будешь вышивать по 8 крестиков следующими 30 цветами. На самом деле так и есть. Я хотела максимально зашить дырочки, как вы видите. И вот здесь, например, есть дырочка. И кажется, ну возьми, доши ниточку. Но на эти 5 крестиков там 5 цветов. И один из которых может быть тоже блендом. В общем, это была не очень простая работа, зато все остальные работы после нее показались мне просто летели. Особенно 14-й каунт. Ну какие крупные крестики. В общем, результат мне понравился. Я бы хотела, наверное, еще дошить вот эти дырочки, но у меня уже кончилось терпение. На самом деле, я очень медленно вышивала эту работу. Я вышивала по перенабору, по саге, но все равно получалось супер медленно. Таня сказала, что я взяла сложный участок, потому что часы здесь сложные, а фон вышивается полегче. Ну, не знаю. Она мне предлагала вот этот участок вышивать, но здесь был сильно неровный край. А вот этот край я просто сначала отметила. Я вам покажу в саге вот такой прямоугольник. Не отмечала куском, а просто как бы отметила, как вышитые крестики. И потом уже зашивала вот эту сторону. Мне интересно было повышевать именно часы, посмотреть, что это такое, как это вообще. Вот. Ну, не сильно я прибавила. Ну, тысяча крестиков, это, конечно, хорошо. Танин план на месяц выполнен, но я к тому, что ничего супер не изменилось в картине. Это, конечно, немного во фрустрацию меня вкидывает, потому что на любой моей работе, если сделать тысячу крестиков, вы заметите результат, а половина из них еще и закончится. Вот. А тут, конечно, такого нет. Опыт очень интересный. Если у вас есть возможность, есть подружка, которая с вами поделится многоцветкой, чтобы вы попробовали, обязательно попробуйте. Это, ну, классно вообще. Вот. Ну, посмотрим, буду ли я еще что-нибудь вышивать на этой именно работе. Пока что не скажу, что у меня какие-то негативные отзывы, просто это сложная работа, которая требует сосредоточения, и меня все равно немножко вымораживает, что, несмотря на то, что я старалась, остались дырочки. Ну, как бы, как бы, извините. Тут почти не осталось дырочек, но вот прям, чтобы 10 на 10 таких клеточек тут практически нет, чтобы я вышила. Вот. Результат шикарный. Как вышивать вот этот фон, когда он тоже такой весь, не то чтобы в одиночках, но в малоклеточках, скажем так, а в итоге получается просто фон, я не знаю. Вот. Но я рада очень этому опыту. Спасибо большое Тане за то, что поделилась прям своим наборчиком. Не пожалела, отдала. Вот. Посмотрим, как Таня будет дальше продвигать его. Таня уже говорит, какую тебе следующую многоцветку паковать? Я готова, только скажи. Вот. Но я пока не готова, Таня. В общем, прикольный опыт, интересный. У меня мама вспомнила, что она, когда вышивала фараона, у нее тоже была такая мешанинка достаточно серьезная, но результат потрясающий. Я видела книги, вышитые Таней. Конечно, результат восхитительный. Но сколько на это нужно времени, это просто невероятно. Вот. У меня вот Магир-рукодельница, та вышивается уже четвертый или пятый год. А тут, конечно, с этим объемом ткани. Еще, кстати говоря, есть плюсов, что когда я брала эту работу, было ощущение старта. И когда я эту работу закончила, вот, свою тысячу крестиков, у меня было такое облегчение, и мне стало легко именно от того, что я не должна закончить эту работу. У меня вообще нет должно быть никаких планов, что вот я ее закончу и так далее. Я просто ее отдаю Тане, и все, она исчезает из моей жизни. Вот. Но опыт был интересный. Спасибо большое за то, что посмотрели это видео, за то, что побыли со мной. Я надеюсь, что вы поучаствуете со мной в моем же СП Мимозный. Вот. Приходите туда с цветами. У нас тематика все, что цветет. То есть, кактусы нам не подходят, если они не цветут, но если они на вышивке цветут, то приходите. Вот. И до скорой встречи, дорогие котики. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok